Сможет на него ответить, давай вместе посмотрим. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была лягушка. Все считали её уродливым и противным существом. Но в сказках она превращалась в прекрасную царевну, отличную жену и хозяйку. А ещё квакушка очень любила путешествовать. Сейчас я прицеплюсь за него посредине, и мы сможем лететь все втроём. Любопытно, почему в красавиц превращались не кошки, не крокодилы, не совы, а именно лягушки? Ты же не думаешь, что просто так? В традиции довольно часто лягушка была таким посланником некой информации. Она очень часто сообщала своим появлением о каких-то событиях, которые происходят в мире. Ну, например, о том, что не будет урожая, или наоборот, он будет. О том, что корова даст много молока или не даст его. И были даже так называемые домовые лягушки. Считалось, что домовой очень часто выступает в облике лягушки. Есть ещё одно более мистическое и пугающее объяснение. Но ты же ничего не боишься, правда? Лягушка – это такой очень сложный персонаж. Это персонаж, связанный с иным миром, с миром колдовства, волшебства. И, соответственно, когда герой находит на болоте эту лягушку, да, и приносит её в дом, он как бы устанавливает связь между своим миром и миром какого-то колдовства. И задача героя из нашего мира – эту связь поддержать. К сожалению, Иван Царевич ведёт себя неправильно. Он сжигает лягушачью шкуру и, соответственно, разрушает вот эту вот связь между мирами. Не хочу тебя сильно загружать, поэтому расскажу более простую и очевидную причину. Конфликт красоты и уродства, да, лягушка страшная, а Василиса прекрасная, она очень хороша собой. Расчёт на то, что, наверное, лягушке никто не будет помогать. Может, если тебя попросит белая лебедь, да, как бы ей помочь, то тут уж ты как бы поможешь. А вот лягушка – такой персонаж, которому не очень хочется помогать. Мораль всей сказки такова – внешность может быть, ой, как обманчива. Главное – то, что у тебя внутри. И ещё помни – добро всегда вернётся тебе, так ещё и в десятикратном размере. Субтитры сделал DimaTorzok